ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме предложили разграничить понятие скрытия и оставление места ДТП. Первое, по мнению депутатов, должно наказываться строже. Это, к примеру, намеренное бегство водителя, причастного к крупной аварии, в том числе с пострадавшими или погибшими. Под оставлением следует понимать незначительный инцидент без серьезных последствий. Предположим, выезжал из двора и не заметил, как зацепил чужой автомобиль. В данном случае нарушитель сможет отделаться штрафом или лишением прав на срок до трех месяцев. В настоящее время, добавлю, оставление места ДТП наказывается арестом до 15 суток или лишением водительского удостоверения до полутора лет. В стремлении улучшить эффективность работы автомобильной оптики за счет замены галогенных ламп на светодиодные, многие из нас забывают, это прямой путь к лишению прав. И это не пустые слова, это в том числе решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция рассмотрела жалобу автовладельцу, у которого отобрали права за светодиодки, установленные на Форд Фокусе. Летки у бедняги еще и конфисковали. Все правильно сделали нежестоящие суды, постановили в суде Верховном. Лампы не соответствовали требованиям. И точка. Трасса 101 Женщины-водители реже, чем мужчины, попадают в ДТП. Объясняется это просто. Представительницы прекрасного пола за рулем меньше, чем мужчина. А вот какие конкретно правила они чаще всего нарушают, это выяснили московские госавтоинспекторы. На первом месте оказалось несоблюдение безопасной дистанции. На втором несоблюдение очередности проезда. Замкнуло тройку. Игнорирование требований сигналов светофора или попросту движения на красный. Трасса 101 Камский автозавод пообещал перейти на выпуск грузовиков полностью из российских комплектующих. Реализовать эту идею в набережных Челнах собирается уже в марте. Речь идет в первую очередь об отказе от немецких коробок передач и топливных систем, а также от двигателей из США. Не исключено, что в результате производства некоторых моделей придется прекратить. Будут ли российские Камазы дешевле, на предприятии не уточнили. Ранее сообщалось, что завод решил активно работать над созданием отечественного электромобиля. Трасса 101 А компания Рено раскрыла данные о своем новом кроссовере Аустрал, продажи которого в Европе начнутся ближе к концу 2022 года. Стоимость пока неизвестна. Все силовые агрегаты у новинки будут гибридными. Базовым станет симбиоз бензинового турбомотора объемом 1,2 и 48-вольтового стартер-генератора. Мощность 130 лошадиных сил. У самого резвого Аустрал будет 200 лошадей. Что касается интерьера, то там ничего радикально нового отметить нельзя. Цифровая приборная панель, большой экран мультимедиа, отделка кожей и искусственный замшень. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok